По 31 октября Верхняя Волжья принимает участие во всероссийской акции «Живи лес». К посадке деревьев присоединились юные натуралисты из Вышнего Волочка. Наши коллеги из ТРК Вышневолодской телевидении подготовили материал. Ученики 10-й школы присоединились к всероссийской акции «Живи лес», направленной на восстановление и приумножение лесных богатств России. Ребята из 2-го А, 5-го Б и 8-го классов высадили 15 саженцев. Классный руководитель Морозова Ирина Борисовна попросила нас помочь в акции «Живи лес». Мы согласились, так как мы хотим помочь лесу, так как их часто очень вырубают. И проблемы с экологией в нашей стране становятся главным вопросом нашей жизни. Соответственно, мы помогли вместе с станцией юные натуралистов. Мы высадили 15 саженцев. А также мы планируем посадить 15 саженцев в школьном парке. Инициатором посадки стала Лейла Владимировна Мельникова. Накануне она со своим 2-м А-классом посетила станцию юных натуралистов, где ребята также высадили саженцы деревьев. А узнав через социальные сети об акции «Живи лес», решила подключить всю школу. Место также выбрано не случайно. Это пустырь рядом с братским захоронением. В 2020 году будет юбилейная дата со дня победы. И сейчас уже начинается большая работа в этом направлении воспитания подрастающего поколения. Поэтому мы решили вложить в души детей частичку добра и внимания к ветеранам и вообще к нашей победе. Саженцы для посадки прошли долгий путь. От вышневолодского лесничества через станцию юных натуралистов, которые поделились соснами со школой. Если у акции «Живи лес» есть рамки, деревья высаживают по всей России в период с начала сентября до конца октября, то планы руководства 10-й школы гораздо масштабнее. Мы планируем посадить деревья, сосны, именно вот на этом участке, который сейчас выглядит как заброшенный сквер, чтобы это было облагорожено. И вот мы сегодня посадили 15 сосен, весной мы посадим еще и будем таким образом за этой территорией ухаживать, чтобы было красиво, чтобы дети понимали, насколько это ценно. Во-первых, это и братское захоронение рядышком, это и память нашим павшим в боях Великой Отечественной войны. Дети это прекрасно понимают, и я думаю, что они вот не думают, а знают, они с радостью согласились на это хорошее дело, и поддержим мы это дело и в следующем году. Вот так, год за годом, рядом с братским захоронением, где уже есть березовая роща, появится и сосновая поляна. Ухаживать за этой территорией будут сами дети. Например, приносить деревьям воду по выходным, делать ограждение в случае необходимости и, конечно, сажать новые сосны.